Итак, мы начинаем первый блок нашего сегодняшнего семинара. И я с удовольствием представляю вам спикера, который начинает наш сегодняшний семинар. Светлана Рубашкина, эксперт по социальному проектированию и развитию территорий. Светлана, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Но в первую очередь хочу поблагодарить организаторов конференции за возможность участия в ней. И облегчить жизнь участникам, у которых уже есть задания на реакцию. Поскольку считаю, что книжка, которую вам сегодня презентовали, она, безусловно, очень полезная. Сама с удовольствием ее посмотрела. И очень рекомендую следить за этим заданием, чтобы стать обладателем прекрасной книги. Ну и сегодня я хотела поделиться с вами некоторыми мыслями о том, как конструируется грантовый конкурс. И эти мысли основаны на личном опыте, поскольку первый мой опыт участия в разработке грантовой программы, грантового конкурса, относится к далекому 1995 году и работе в Южно-Российском региональном ресурсном центре для некоммерческих организаций. Тогда мы делали первую на территории грантовую программу для негосударственных, некоммерческих организаций, занимающихся работой в социальной сфере. И конкурс охватывал территорию Краснодарского, Ставропольского, края Французской области, Республики Адыгея. Поскольку это были первые шаги, то, естественно, и реакция общества была разная, в том числе бесплатный сыр только в мышеловке, ну и так далее. Вот. Потом ситуация в стране менялась, грантовые конкурсы уже перестали быть такой редкостью. В моей работе был КАФ «Россия» и участие в разработке его грантовых программ. Затем в администрации Краснодарского края мы разрабатывали программу для социально-ориентированных, тоже первую программу социально-ориентированных некоммерческих организаций практически сразу после выхода закона ОСОН КНКО. Ну, из последних, из последнего опыта эта работа в Норильском никеле, я возглавляла управлением благотворительных программ заполярного филиала и, собственно, активно участвовала в разработке и реализации грантового конкурса благотворительной программы Норникеля мирного возможностей. Ну, вот для чего все это сказала? Потому что эти доноры и другие, с которыми сталкивала работа, они очень различаются по своим параметрам. Среди них есть государственные доноры, корпоративные доноры, частные доноры. И у каждого из них есть свои особенности, свои ограничения, свои цели, стратегии, масштабы. Но если проанализировать, если проанализировать наиболее успешные грантовые программы, то можно увидеть, что они конструируются, разрабатываются на основе очень близких подходов. Вот, собственно, о них сегодня хотелось поговорить. Попрошу включить презентацию. Первый слайд, пожалуйста. Начиная конструировать грантовую программу или грантовый конкурс, нам нужно ответить на три больших глобальных вопроса. И первый из них – зачем мы это делаем? Если конкретизировать его, то можно разбить на такие вопросы. Какова общественная потребность, на которую мы реагируем? Какую социальную задачу или задачу мы планируем решить? Почему именно грантовый конкурс нам необходим для этого как инструмент? И в чем будет его уникальность по сравнению с уже существующими? Вот я хотела бы остановиться на том, что действительно грантовый конкурс – это инструмент специфический, очень затратный, и его нужно, как любой другой инструмент, использовать по назначению. О том, какие возможности он открывает перед донором, я скажу чуть ниже. Но сейчас хочу отметить одну из них, на мой взгляд, одну из ключевых. Грантовые конкурсы позволяют формировать масштабную, активную общественную среду для решения социальных задач. И именно наличие такой среды стимулирует появление эффективных, уникальных решений и проявляет лидеров изменений. Следующий слайд, пожалуйста. А еще немножко хотела сказать, на секунду вернемся, об уникальности, потому что это тоже важный момент, поскольку для любого донора, инициатора конкурса важно найти свою нишу, свои целевые группы. И конкурс должен иметь свое лицо во внешней среде, не дублируя уже существующие. Быть понятным и востребованным для целевых групп. О том, что сегодня говорила уже Эльвира, потому что от того, насколько вы будете понятным целевым группам, во многом зависит и успех вашего конкурса, и качество этих заявок. Ну, вот, например, в рамках грантового конкурса Норникеля, программы мирных возможностей, он выделяется из большинства грантовых конкурсов в стране не только тем, что проводится на удаленных территориях, которые являются территориями присутствия компании, но и тем, что его участниками могут быть и негосударственные НКО, и муниципальные учреждения. И такой подход не случайен, поскольку определение целевых групп конкурса связано со спецификой данных территорий. Ну, вот, теперь вернемся к сплайду стратегии, которую вы сейчас видите, поскольку это один из первых и важных вопросов, который должен определить донор, соотнося задачи грантового конкурса с тем, что он имеет как стратегию, как со своей стратегией. И поэтому очень важно ответить на вопрос, как проведение грантового конкурса повлияет на достижение стратегии донора. Как можно использовать ожидаемые результаты грантового конкурса в реализации этой стратегии? Практика показывает, что именно те грантовые программы, которые соотносятся с стратегическими целями развития донора, являются наиболее эффективными. Ну, например, если ваша организация работает в сложных регионах, при этом является крупным работодателем или здравоохранительным предприятием, ну, как норильский нитик, да, и заинтересована в том, чтобы прирастать профессиональными человеческими ресурсами, поскольку территории сложные, да, и для того, чтобы туда ехали профессионалы, нужно вложить в эти территории довольно много усилий. Так вот, цель такой компании — создать в регионе комфортные условия для жизни людей, чтобы город, в котором работает ваша компания, был конкурентно способным по своей городской среде и социальной инфраструктуре в современными крупными городами, чтобы ваше предложение потенциальным работникам было привлекательно не только зарплатами, но и условиями жизни на конкретной территории, включая экологию, культуру, образование, медицину, социальную поддержку и так далее. И тогда ваша грантовая программа тоже должна быть направлена на создание условий для устойчивого развития территории в присутствии вашей компании. Сейчас я буквально вот это последнее предложение прочитала. Это сформулированная цель программы «Мир новых возможностей нормы». Надо отметить, что и социальные задачи, которые могут решать грантовые программы и конкурсы, варьируются в очень широком диапазоне. От развития местного сообщества и преодоления иждивенческой психологии граждан до развития отдельных направлений – науки, искусства, защиты окружающей среды, поддержки наиболее уязвленных слоев населения, создания целевых капиталов и много-много другого. Вот главное здесь, я повторюсь, чтобы они, задачи, которые вы ставили, работали на стратегические цели развития, которые ставит перед собой ваша организация как донор. Следующий слайд, пожалуйста. Я уже говорила, что грантовый конкурс открывает, это особый инструмент, и важно понимать, какие возможности он открывает перед донором и социумом. Вот вы видите на экране такой список возможностей, которые я сформировала из своего опыта. Например, это выявление уникальных идей и решений в приоритетных для донора сферах. Это укрепление взаимодействия с заинтересованными сторонами, среди которых может быть и местное сообщество, и эксперты, и местная власть, поскольку все они имеют свой собственный ресурс. И поэтому следующая задача, которая, следующая возможность, которую дает грантовый конкурс, это создание партнерств и объединение ресурсов с партнерами для решения социальных задач. Тем самым вы получаете в руки гораздо большую возможность влиять на изменение ситуации, на решение той задачи, которую вы поставили. Еще одна важная возможность – это формирование активных сообществ единомышленников, развитие гражданских инициатив, волонтерского движения на территории присутствия доноров. Ну или если вы ставите более широкие задачи, то в масштабах всей страны. Ну и немаловажная еще возможность – это, конечно, укрепление репутации доноров в социуме и повышение лояльности со стороны целевых групп к вашей компании, к тому, что вы делаете на территории. Следующий слайд, пожалуйста. Когда мы говорим о том, что грантовый конкурс – это специфический инструмент, нужно помнить, что лучше, если ваш грантовый конкурс не будет одноразовым, потому что стабильные и разноплановые грантовые конкурсы являются показателем зрелости самого донора. И чем больше вы проводите, если вы регулярно проводите грантовые конкурсы, то и профессионализм сотрудников компаний, которые ответственны за проведение грантовых конкурсов, тоже растет. Регулярное проведение грантовых конкурсов позволяет донору отработать конкурсную технологию и проводить конкурс на высоком профессиональном уровне. Немаловажно то, что регулярные конкурсы позволяют сформировать устойчивый профессиональный пул экспертов, владеющих спецификой именно ваших грантовых конкурсов. Я приведу пример Норникеля, опять же, поскольку это из самых свежих. Вот программа «Мир новых возможностей», вернее, грантовые конкурсы. Программы начались в 2014 году. И каждый год после окончания конкурса мы анализировали его результаты. И с точки зрения количества и качества заявок, и с точки зрения качества экспертизы, которая проводится в грантовом конкурсе. И именно это подтолкнуло нас сделать обучение не только для грантополучателей, но и для экспертов, региональных экспертов, которых мы вовлекали в эту программу, и для которых это тоже было новое поприще. И вот как минимум три года мы проводили такие встречи и семинары для экспертов, которые в результате дали нам устойчивый, профессиональный полуэкспертов, которые точно понимают специфику нашей программы, и поэтому дают гораздо более качественную оценку. И еще один важный момент, который здесь надо учитывать, это, конечно, обучение самих грантополучателей. Потому что им важно не просто рассказать об условиях конкурса, но сделать акценты на тех важных моментах, которые являются важными и для доноров, и на которые особое внимание уделяют эксперты. И вот такие программы до сих пор проводятся, и я очень рекомендую любому донору, который начинает свою работу, свою вот такую стезю в грантовых программах, в грантовых конкурсах, сразу учитывать, что для этого нужен и временной ресурс, и финансовый ресурс. И это должно быть одной из составляющих вашей грантовой программы, сопровождающей грантовой конкурс. Вот все это дает нам возможность, когда мы имеем отточенную технологию, сформированный профессиональный пул экспертов, знающих нашу программу. Мы понимаем свою целевую аудиторию и для нее готовим и делаем специальные просветительские программы в связи, семинары в связи с нашим конкурсом. Все это откачивает наше собственное мастерство, и поэтому дает возможность донору оперативно реагировать на любые новые социальные вызовы, если грантовый конкурс является для него уже таким понятным, стабильным инструментом. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и вот в заключении, этот слайд последний, но на мой взгляд, это самый важный слайд, когда мы говорим о конкурсе. Вообще, самое важное, это люди. Люди, на которых мы нацеливаем наш конкурс. Люди, которые работают с нами для того, чтобы его реализовать, в данном случае, эксперты или команда, которая реализует грантовый конкурс. Но, конечно, самое важное, это люди, которые благодаря нашему грантовому конкурсу, наши соотечественники, которые благодаря конкурсу получают возможность для реализации своих идей на благо своей территории и страны в целом. И в этом смысле грантовые программы конкурса это эффективный инструмент для того, чтобы проявлять, давать поддержку, сохранять в стране талантливых людей в очень разных профессиональных сферах, поддерживать новые гражданские инициативы, как небольшие по своему масштабу, так и крупные, поскольку важно, чтобы не только большие и устойчивые организации имели возможность реализовывать свои идеи. Важно искать вот эти новые появляющиеся МКО, новые инициативы, пусть еще не столь опытные команды, но как раз благодаря нашему обучению, которое они пройдут, они смогут получить в руки этот инструмент, как сделать свой проект качественным. И вот такое взращивание гражданских инициатив, это тоже немаловажная задача, хотя, конечно, в стране уже есть большие опытные организации, которые сами поддерживают другие организации через то, что получают гранты. На мой взгляд, очень важно искать и те новые зерна, которые прорастают в нашей социальной среде. Кроме того, грантовый конкурс дает нам возможность инвестировать в тех, у кого есть желание и энергия для позитивных и социальных изменений, что в любое время актуально, но в сегодняшнем дне, мне кажется, сверх актуально для того, чтобы появлялись эти новые социальные, позитивные изменения и люди, которые хотят работать в этой сфере. Ну и, конечно, улучшая грантовый конкурс, это инструмент, чтобы, улучшая настоящее, вместе создавать образ будущего. Потому что я уверена, что когда мы не имеем этого образа будущего, нам трудно к нему идти. Мы можем идти к нему долго, мы можем идти к нему, может быть, как к идеальной идее, не достичь ее, но когда у нас есть идеальная идея, мы проходим свой путь осмысленно. Вот на этом хочу закончить свое выступление, поблагодарить всех и пожелать всем большого, больших успехов и в конструировании грантовых конкурсов, и в реализации, а главное, в достижении той цели, ради чего вы этот грантовый конкурс проводите. Спасибо вам. Спасибо огромное, Светлана. Большое спасибо за ваше выступление. А сейчас я хочу представить вам следующего эксперта школы, это Вячеслав Бахмин, человек, который имеет огромный опыт организации грантовых конкурсов и опыт участия в качестве экспертов грантовых конкурсов. И мы сейчас ему предоставляем слово. Хочу сказать, что вы сейчас увидите только часть выступления Вячеслава Ивановича, а ссылка на полное выступление мы вам отправим уже после семинара, и вы сможете послушать его в расширенном формате. Итак, Вячеслав Бахмин. Давайте сегодня поговорим о грантовых конкурсах, то есть о том, что все очень любят. Почему? Потому что грантовый конкурс – это победа, это деньги, и это успех для вас. Но вообще-то грантовые конкурсы, они бывают очень разные. И вот надо очень хорошо понимать, какие конкурсы для каких целей и почему мы используем. Вообще конкурс, как вы понимаете, это некое соревнование с целью выделить лучшего или лучших по каким-то критериям, а дальше с ними что-то сделать. Ну, можно им дать награду, можно им дать деньги, чтобы они что-то сделали, можно какой-то приз, можно куда-то отправить, попутешествовать. Это тоже возможный вариант. Вот. И два главных типа и видов конкурсов условно можно назвать как конкурс проектный и конкурс призовой. Значит, что такое проектный конкурс? Проектный конкурс – это когда вы, подающие заявки, они соревнуются в смысле той идеи проекта и того содержания проекта, который они хотят выполнить, но у них этот проект еще не существует. То есть он существует на бумаге, его надо выполнить. И, соответственно, это конкурс идей, конкурс идей и конкурс проекта. То есть того, чего пока нет, а что уже задумано. А призовой конкурс – совершенно наоборот. Это конкурс того, что уже осуществилось, и мы, как организаторы конкурса, хотим найти самое лучшее из того, что уже совершилось в той или иной сфере. Ну, например, это какой-нибудь конкурс публикаций на социальные темы федеральных СМИ. И тогда мы объявляем такой конкурс, все посылают публикации, мы говорим, вот это самое лучшее. Ну, известно, например, конкурсы призовые – это типа конкурсов фонда Потанина, которых разных очень много. Вот это конкурсы проектные. Конкурсы бывают очень разные. И они отличаются по разным критериям и по разным параметрам. Ну, вот один из таких параметров – это кто участники конкурса, кто легитимен участвовать в конкурсе. Как правило, мы сталкиваемся с тем, что участие в конкурсе принимают некоммерческие организации, с некоторыми ограничениями бывает. Но, тем не менее, это НКО разного типа или со-НКО. Но бывают конкурсы для физических лиц. Такие конкурсы тоже есть. Это один из примеров – это стипендии Потанина, например, которые именно выделяют лучших студентов и дают им возможность продолжить обучение или повысить качество свое обучения. Бывают конкурсы для физических лиц, как гранты на поездки, например. Поскольку страна наша большая, и люди иногда не имеют средств участвовать в серьезных конференциях, особенно в зарубежных, то вот такого рода гранты на поездки, конкурсы на такие гранты, они тоже очень приветствуются и полезны. Вот. Но даже если мы говорим просто об организациях, там появляются организации и некоммерческие, но бывают организации, которые муниципальные, бюджетные организации. Они тоже бывают участниками конкурсов, особенно если конкурс проводит бизнесы в своих территориях, именно потому что там мало некоммерческих организаций, а им хочется поддержать социальную жизнь на территории, а это в основном библиотеки, музеи, школы и так далее. Вот они тоже могут быть легитимными участниками такого рода конкурсов. Но это скорее исключение, а чаще всего мы видим конкурс для некоммерческих организаций. Конкурсы бывают еще закрытые и открытые. И про открытые конкурсы мы все знаем, именно потому что они открытые. Вы про них читаете, а про закрытые мы можем даже и не знать. Они проводятся тоже. В чем разница и когда лучше применять тот или иной тип. Вот про открытые конкурсы мы уже все здесь говорили, и это все относится именно к ним, к открытым. И таких примеров очень много, но вот если мы говорим про закрытый конкурс, то это конкурс для конечного набора участников. То есть грантодатель заранее определяет круг участников этого конкурса и именно адресно посылает приглашение к участию в этом конкурсе. Этому кругу участников. Как этот круг участников определяется? Это зависит, конечно, и от цели конкурса, от того, кто его проводит, в какой сфере. Вот хороший пример. Это недавний конкурс фонда Потанина в школе филантропии в номинации «Системный эффект». Если кто-то участвовал в этом, он знает, что там конкурс был закрытый и поддерживали только наиболее сильные системообразующие организации в нашей сфере. И интересно, как отбирались эти организации. Это тоже интересный способ, который надо иметь в виду. Это такой, фактически, такой сетевой отбор происходил, когда обращались к экспертам и просили их рекомендовать там три или пять лучших организаций, которые они считают. И на пересечении этих рекомендаций являлся список наиболее известных, видимых, эффективных, прекрасных организаций, которые достойны поддержки в этом конкурсе. Еще можно отметить, что конкурсы бывают одноэтапные, двухэтапные и даже многоэтапные. То есть про одноэтапные конкурсы также мы гораздо лучше всего знаем, потому что их чаще всего используют. Это когда есть объявление, конкурс проводится, по результатам выявляются победители, их награждают, выделяют либо грант, либо какой-то приз. И это есть одноэтапные. А вот бывают конкурсы двухэтапные. Это когда, ну, это очень часто такого рода конкурсы проводятся в сфере, в книжной сфере, в отборе лучших книг. Говорят лонглист, если вы помните, шотлист. Вот это многоэтапность, когда все пишут заявки, потом выделяются, на втором этапе выделяются лидеры, там лонглист или шотлист, и потом уже эти лидеры подают еще раз заявки для того, чтобы из них выбрали лучшие. Но здесь могут быть очень разные технологии, потому что, ну, вот, например, можно на первом этапе сделать соревнование идей проектов. И тогда вы все подаете, как бы, о чем будет ваш проект, в чем его идея, ну и, конечно, сколько стоит такая идея, то есть общую сумму бюджета. И когда эксперты посмотрят эти идеи, то они выберут, скажем, там 50 лучших и предложат этим 50 уже написать полную заявку. В чем плюсы такого двухэтапного подхода? Вы видите, что реально только 50 участников пишут полную заявку, остальные пишут только идею. И это серьезное послабление для участников. Представьте себе, что есть конкурс, в котором там тысячи участников, и все должны писать огромные заявки, а потом выиграет там 5%, и ясно, что 95% будет очень недовольны тем, что они участвовали и потратили столько сил. Другой пример многоэтапных конкурсов, обычно они бывают тогда, когда это конкурсы, скажем, носят такой всероссийский характер, потому что, может быть, конкурс в регионах, победители будут участвовать на федеральном этапе, и такой вот региональные составляющие конкурсов. Самый хороший пример таких конкурсов – это конкурс гражданской инициативы, комитета гражданских инициатив, который проводится во многих регионах, в федеральных округах, а потом победители приезжают в Москву, и там проходит уже финальный конкурс. Ну, обычно это конкурсы такого типа, они призовые, а не проектные. Ну, еще различие конкурсов может быть по источникам финансирования, что вообще практически очевидно, и на этом долго я не буду задерживаться, потому что бывают источники российские, зарубежные, частные, семейных фондов, доноров. Средства бюджета могут быть, могут быть корпоративные фонды, которые тратят деньги корпорации или какой-то бизнес-структуры. Может быть, у бизнеса своя программа конкурсная, которая тоже проводит такие конкурсы, тратит деньги бизнеса. И они все тоже очень разные и по организации, и по критериям, и нужно очень внимательно читать все условия участия, и кто имеет право участвовать в технику, кто нет и так далее. Иногда конкурсы проводят не те, кто не сами грантодатели, а проводят некоторые операторы этих грантодателей. И это становится все более такой частой практикой, и эту практику следует приветствовать, потому что не все грантодатели грамотные грант-менеджеры. То есть они не всегда умеют управлять вот этой серьезной программой выделения средств, контроля и дальнейшей оценки того, что было сделано. Поэтому многие грантодатели заключают альянс с опытными операторами. Часто это просто крупные ресурсные центры в регионах и, опираясь на них, проводят региональные конкурсы. Вот. Ну, еще конкурсы могут отличаться, конечно, и по направлениям деятельности в сфере образования, в культуре, в экологии, среди исследователей, чего угодно. Вот. Если в заключении можно сказать, что вообще разнообразие конкурсов таково, что об этом можно говорить очень долго. Я просто постарался обратить ваше внимание на некоторые типы и различия в подходах разного типа конкурсов и какую именно роль играют эти типы конкурсов для решения задач грантодателя. Вот. Это все надо иметь в виду, когда вы проектируете свой конкурс, когда вы собираетесь эффективно потратить деньги, которые есть у вас, как у донора. Ну, еще раз повторюсь, что Вячеслав Иванович рассказал гораздо больше, и вы сможете его интервью полностью послушать в записи, и мы пришлем вам ссылку. А сейчас я хочу передать слово директору Центра развития социальной активности и благотворительности «Благосфера», знакомую же вам Натальей Каминарской, и попросить Наталью рассказать об эволюции грантовых конкурсов и о мифах, которые ходят вокруг этого инструмента. Спасибо большое, Марина. Добрый день, дорогие коллеги. Очень интересно, и много чего можно говорить о грантовых конкурсах. Я к этой теме, ну, какое-то время имела прямо непосредственное отношение, какое-то время смотрела со стороны, как работают донорские организации. И это все ужасно интересная, творческая вещь. И мне кажется, для тех, кто еще только делает первый шаг в грантмейкинге, для тех, кто планирует свою работу, это прямо увлекательное, замечательное время для того, чтобы себя попробовать и в этом разобраться, как все это устроено. Но на самом деле грантовые конкурсы протерпели, конечно, большое изменение в жизни и много чего уже с ними произошло. Сейчас, секундочку, я справлюсь с презентацией. И вообще, есть ли предмет разговора? Можно ли говорить о том, что какая грантовые конкурсы вообще претерпели какую-то революцию? Честно, вот о том, как рассказывал Вячеслав Иванович, вот в таком прекрасном, длинном, расширенном виде эти конкурсы были не всегда. И больше того, совсем недавно о конкурсах и не думали о том, что будет какая-то, например, машина помогать собирать заявки или даже делать техническую оценку этого. В целом, грантовых конкурсов в истории, конечно, не в Древней Греции началась, как я говорила в своем вступительном слове. Наверное, нам можно сказать, что появилась модель грантового конкурса с развитием институциональной благотворительности уже после примерно Второй мировой войны. И спросить, где в Европе, в Америке быстрее, лучше и интереснее получилось, невозможно. Появилось это примерно одинаково, развивалось примерно параллельными путями, обогащая друг друга. Важно то, что придумав такой механизм и попробовав его, благотворители не затвердили его так в камне раз и навсегда, а экспериментировали бесконечно. Мне кажется, вот это такая особенность грантового конкурса, что вообще-то это очень творческий процесс, хотя включает в себя очень четко прописанную процедуру. И, в общем, за последние 50-70 лет конкурс прицепил очень много изменений, сохранив в себе основную вещь — принцип конкурсного отбора тех, кого стоит поддерживать. Мне кажется, в нашей стране вот за 20 лет развития филантропии мы находимся в такой очень интересной позиции. Мы в ускоренном режиме пережили то, что происходило до нас в других странах и являемся прямо сейчас частью таких больших мировых общих изменений. Ну, как, в принципе, происходил этот эволюционный процесс? Наверное, как и на любую эволюцию, здесь влияют разные вещи. Ну, например, наследственность. Грантовые конкурсы вообще стали появляться, наверное, на них показало влияние появление попечительских советов у частных фондов. Ну, вот, например, прекрасный Джон Д. Рокофеллер оставлял наследство и создавал попечительский совет, который в дальнейшем и должен был смотреть, тратятся ли средства в соответствии с целью завещателя или нет. Как это сделать? Как выбрать то, что реально мог бы поддержать сам Рокофеллер? Ну, наверное, конкурс. Вот, соответственно, конкурсы таким образом, как мне кажется, это моя версия сюжета, значит, и появились. Ну, выяснилось, что некоторые благополучатели не готовы брать у каких-то фондов деньги, хотят знать, насколько фонд прозрачен, как деньги были заработаны, и поэтому процедуры и форматы работы конкурсов таким образом менялись. Больше того, некоторые и фонды, и конкурсы претерпевали такой естественный отбор, то вот были, то их просто не стало. И в силу и внешних обстоятельств, и в силу внутренних обстоятельств, экономических и политических кризисов самых разных. Но важно, что конкурсы, как подвержены эволюционному процессу, позволяют очень сильно изменять, изменять многие вещи. Что можно было изменить в конкурсах, казалось бы, да? Например, конкурсы эволюционировали по тематике. Например, если самые первые, наверное, были о поддержке самых лучших образовательных учреждений, научных исследований и культуры, то затем стали проводиться на конкурсы на создание подобных институтов. Если сначала была речь только о какой-то адресной, одноразовой помощи, то сейчас мы уже дошли до создания целевых капиталов. Если мы раньше говорили только о каких-то адресных вещах, то сейчас у нас появились фонды местных сообществ, грантовые конкурсы, проводящие на проблемы, находящиеся прямо здесь, на территории, и позволяющие выявить эти проблемы, и позволяющие эти проблемы порешать. И здесь это их уже задача, эти проблемы искать и поддерживать. И если раньше конкурсы были такие индивидуальные, каждый донор друг с другом соревновался, пытался показать, что его конкурс самый интересный, его конкурс самый красивый и прозрачный, то сегодня другая тенденция происходит. Конкурсы объединяются, доноры объединяют свои усилия. И даже сейчас в условиях пандемии дошли до того, что объединяют даже формат заявки, по которой можно подать просьбу о помощи или подать свой проект. И если раньше это были только отдельные, небольшие институции, то больше ста фондов, например, в Соединенных Штатах Америки в условиях пандемии объединились для того, чтобы упростить процедуру доступа некоммерческих организаций к ресурсным средствам, которые могут быть необходимы прямо в настоящий момент. И еще раз вернусь к тому, что происходило, что наблюдали мы здесь сейчас в России за последние 20 лет. Вот посмотрите, такой очень маленький экскурс очень, ну как бы, частных историй, не преддающий при этом большую картину изменений того, как происходило развитие конкурсов в нашей стране. Первые конкурсы у нас появились в начале 90-х, естественно, их проводили иностранные доноры. Сначала самостоятельно, пойдем с помощью разных регрантеров. Знаю точно, сегодня часть представителей организации, может быть, молодое поколение из этих организаций тоже участвуют в нашем сегодняшнем семинаре. Первый конкурс на русские деньги, это был проект Росбанка под управлением фонда КАФ «Новый день». Первый грантовый конкурс на местной территории, тоже, вот смотрите, 98-й уже год, да, фонд Тольятти, как только создался, первые стали сразу показывать, как работает этот конкурсный механизм на территории. Следующий частный, конечно, частный фонд, который показал, как можно качественно, прозрачно, крупные стипендиальные, например, программы делать на всю страну, фонд Потанина. Быстро догнал его, и много интересных проектов сделал, и тем не менее, для меня всегда остался самым важным, наверное, проектом конкурс по поддержке молодых ученых фонда «Династия», который позволил поддержать 10% всех ученых, физиков и математиков в нашей стране. Вдумайтесь, 10% за не очень большой срок работы фонда. Первый, наверное, самый прозрачный и качественный конкурс гражданских инициатив на территориях присутствия компании, компании «ЮКОС» 2002 год. Подумайте, это когда было? Мы уже сейчас живем, как будто это каждый день, а всего лишь вот первый, вот он когда, не так давно случился. Первый конкурс, который прозрачно, качественно произвели представители власти, конкурс, он субсидий, конечно, но тем не менее, конкурсный механизм прозрачный, понятный и поддерживающий не только крупные некоммерческие организации, но и регионы, Министерство экономического развития. Президентские гранты в первой своей итерации появились в 2007 году. И совсем быстро, сразу после этого, фактически посмотрите, что такое 5 лет для современной истории. Ничего. Конкурс для поддержки целевых капиталов появился в 2012 году в пилотном формате и зачем эволюционировал, добавлял совершенно разные компоненты и образовательные деньги на реализацию проектов, фондов целевых капиталов. Другого типа грантовый конкурс, о том, о чем говорил тоже Вячеслав Иванович, что они не только прям прямые средства, но грант может быть в другом виде. Например, конкурс ВКонтакте, который фактически, это эквивалент средств на рекламное продвижение в сети ВКонтакте для некоммерческих организаций. В этого года новый конкурс, конкурс призовой, грантовый для журналистов на публикации «Ураки» имени Андрея Павленко. Ну и все прекрасные антикризисные конкурсы, которые прямо сейчас происходят и, надеюсь, еще будут доступны, и мы увидим интересные форматы, интересные подходы с разноурокневой экспертизой. То, о чем мы сегодня и завтра еще будем говорить, как это внутри может быть устроено. Но, тем не менее, вот посмотрите, только в нашей стране такая очень быстрая, очень серьезная накачка мускулов такого грантового производства. Ну и, естественно, пока все это происходило, не могло быть так, чтобы это не обросло прекрасными самыми разными мифами. Мифов вообще вокруг грантовых конкурсов очень много. Я, наверное, остановлюсь только на парочке самых распространенных. Все считают, что какой конкурс хороший? Конечно, тот, где донор дал как можно больше денег, потому что это точно всем хватит. Увы, это так не работает. И я должна тоже предупредить вас, тех уважаемых коллег, которые готовятся к проведению конкурса, лучше правильно сконструировать и понять свою целевую аудиторию и сколько ей денег нужно. И есть такая история, что если вы перекачаете территорию деньгами и слишком много денег будет, то слишком хороших проектов тоже не будет. То есть гарантия того, что вы поддержите больше плохих проектов, средненьких, которые люди пришли, ну потому что тут условно легко эти деньги получить, не достигнет тех целей и тех задач, ради которых вы проводили конкурс. Второй очень связанный с этим миф, что чем больше заявителей пришло на конкурс, тем конкурс лучше. Очень часто, особенно по первости, когда проводят конкурсы, считают, боже мой, нам нужно, чтобы было как можно больше заявок, иначе как же мы предъявим, какие мы молодцы, как мы угадали тему. Так вот, это, ребята, ошибка. Здесь нельзя стремиться к тому, чтобы накачать как можно больше заявителей на конкурс. Ошибка состоит в том, что вам тогда будет придется работать, во-первых, с ожиданиями людей, которые пришли и не получили ресурсы, во-вторых, значит, вы не точно сформулировали свою целевую группу. Значит, если каждый может подастся, значит, то, что вы хотите реализовать, не очень четко сфокусировано и объяснено. Над этим надо думать, над этим надо работать. Есть даже у доноров специальные, такие, как сказать, пропорции, что считается, один из четырех или пяти проектов, вот тогда хорошо, тогда и отбирается победитель, вот тогда это хороший конкурс. И есть верхняя планка, что если условно больше 40% хороших на конкурсе вы поддержали, и если это открытый конкурс, то тут вы тоже ошиблись, потому что, значит, вы точно нехорошо сформулировали, как я уже сказала, свою цель, целевую аудиторию. Так вот, стремитесь к такому в открытых конкурсах, к такому пропорции, один из четырех из пяти конкурсов, один из четырех из пяти проектов, которые стоит поддержать. Точно знаю, что уже за последнее время сложилось такое представление, что уже столько конкурсов проведено, ну чего тут думать? Вот сейчас мы возьмем чужие документы, чужое положение, соответственно, там поменяем Василек на ромашку и поехали. Нет, дорогие товарищи, так не работает. То есть, конечно, отлично, что уже вы можете не изобретать хотя бы список документов, которые вам нужны, шаги и последовательность, которые вам нужно пройти, но, к сожалению, эти грабли нужно пройти самим. Конкурс работает на вашу целевую аудиторию, на вашу территорию, в целом, на вашу группу поддержки, только когда вы точно сформулируете и точно поймете, что вам нужно, зачем вам нужно и так далее. И не пройдя все этапы грантового цинкла, о том, сейчас будет речь в следующем нашем блоке, вы не сможете сконструировать правильный, хороший конкурс, который принесет те результаты, ради которых вы стремитесь работать. Ну и, как я сказала вначале, надо пробовать, надо прыгать, надо делать. Можно не набивать часть ошибок, посмотрев на опыт коллег, но, тем не менее, грантовый конкурс очень эффективный, очень качественный инструмент, который, как говорили уже мои коллеги, позволяет решить самые разные проблемы доноров и в том числе поддержать благополучателей и развить эти территории. И, что важно, конкурс, как я сказала, не ригидная история, не высеченная в камне раз и навсегда, от того, что вы в него добавите, какие элементы, какие возможности, какие современные технологии. Так конкурс на вас и сработает и изменится вместе с вами, и изменит окружающий мир. Я думаю, что это все. Спасибо огромное. Ну вот, уже стали поступать такие конкретные вопросы. Например, как посчитать, сколько же денег нужно территории? Мы об этом поговорим. Да, я думаю, что мы об этом поговорим в следующих сессиях. Ну вот, знаете, так вот незаметно первый блок нашего семинара подошел к концу.